Меня зовут Оксана Даршиева, я член бурят-монгольского демократического движения Архитен. Сегодня я хотела бы обратиться к своим землякам. Дорогие земляки, из разных источников к нам поступает информация о том, что Владимир Путин в скором времени объявит всеобщую мобилизацию. Конечно, это пока на уровне слухов, но мы с вами прекрасно знаем, что чаще всего такие слухи оказываются верными. Особенно, если вам недавно по телевизору обещали прямо противоположное. Я уже не помню, когда в последний раз вас не обманывали. Поэтому мы решили обратиться к вам в серию видеосообщений с просьбой, с мольбой сделать все возможное, чтобы избежать мобилизации. Дело касается действительно вашей жизни, потому что на данный момент, как известно, российская армия несет поражение по всем фронтам. Что бы вам ни говорили сейчас в новостях. Россия проигрывает. Я не буду перечислять все другие причины, почему не стоит участвовать в этой бесчестной войне. Я очень надеюсь, что к этому моменту многие те, кто верили в мифических нацистов в Украине, сейчас начали задумываться о том, почему для уничтожения каких-то небольших групп, так называемых нацистов, есть необходимость бомбить больницы, школы, убивать детей. На данный момент было убито 500 детей в Украине. Почему нужно уничтожать инфраструктуры, касающиеся всех людей, таких же, как мы с вами. Я знаю, что очень страшно и неприятно признавать, что ты ошибался все это время, но если в вас закрались хоть капли сомнения, пожалуйста, зацепитесь за это сомнение. Не участвуйте в этих страшных убийствах, особенно если вы верующий человек. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. К сожалению, у меня нет практически хороших советов, как избежать мобилизации, кроме того, что вы, наверное, и сами знаете. Нужно сделать все, чтобы не брать в руки повестку. Если есть возможность, поживите в другом месте. Если есть возможность, снимитесь с места прописки. Перейдьте в более крупный населенный пункт, где легче затеряться. Я понимаю, что это очень страшно и нужно проявить большие усилия, но действительно дело касается вашего будущего и вашей жизни. Есть масса способов прожить свою единственную драгоценную жизнь. Подумайте, вы нужны прежде всего для своей семьи и своему народу. Бурятский народ и так понес огромные потери. Огромное количество молодых бурят погибло в этой войне. И это огромная ирония в том, что именно нерусские должны сражаться и погибать за русский мир. Вы не задумывались об этом? Что с того, если русский мир восторжествует в Украине? Какая такая для нас в этом польза? Не пора ли нам задуматься о своих собственных интересах? Можно упомянуть, конечно, как пострадала репутация целого народа в этой войне. Какое огромное количество фейков о страшных зверств, диких бурят, у которых нет стиральных машинок и так далее. Да бог с ней с этой репутацией. Конечно, очень печально, что нашим детям придется расплачиваться за содеянные нашим поколением. Но это все поправимо. Ваша жизнь драгоценна. Пожалуйста, сохраните свои жизни и своих друзей.